Великая радость у православных жителей Ульяновской области и соседних регионов. В Жадовский монастырь вновь прибыла икона Святой Матроны Московской с частицей ее мощей. В прошлом году, когда Матронушка своими мощами гостила в обители, к ней приехали больше 10 тысяч жителей Симбирской митрополии. Однако многие так и не смогли добраться до монастыря, поэтому монахи вновь привезли святыню в обитель. Это прошлогодние кадры. Икону с частицей целебных мощей монахи Жадовского монастыря впервые привезли в обитель. В течение двух месяцев она находилась в Жадовке. Ежедневно к ней приезжали сотни людей. Спустя какое-то время паломники звонили в монастырь и благодарили за такую уникальную возможность. И рассказывали о том, что с ними произошло после того, как они попросили помощи у святой. Верующие люди всегда тепло относятся к святыне, особенно к такой, как Святая Блаженная Матрону, скорая помощница. В скорбях. Ну, так как были обильные случаи помощи Святой Блаженной Матроны, то по многочисленным просьбам верующих люди просили принести икону с мощами опять в обитель. Ну, как бы это желание было владыку удовлетворено, и сейчас икона находится опять у нас в обители. Вот и в этом году, когда икону привезли в Жадовскую обитель, на стоянке возле монастыря уже непривычно много машин. Храм полон людей. Люди приезжают со всех концов Поволжского региона, чтобы попросить у Матронушки здоровья для себя и своих близких. В священном начале не только монастыря, но и всей Барышской епархии. Этому очень рада. Приглашаю всех, кто пожелает приехать, предложиться к коне с мощами Святой Матроны, к нам в монастырь, помолиться передать с этим образом. И хочется пожелать, чтобы, дай Бог, ваши молитвы были Богом услышаны. Кстати, в этом году решено, что Матронушка пробудет в обители вплоть до зимы. Монастырь и его главный храм открыты ежедневно с 7 утра до 7 вечера. И любой желающий сможет приехать и поклониться Святой. Телефон Жадовского монастыря 8 937 455 10 88. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышской епархии, специально для телекомпании «Союз». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!